здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал 16 цитат йозефа геббельса значит хочу вам прочитать 16 цитат а вы сами послушаете и подумайте похоже ли все что там говорит он про нашу страну и йозеф геббельс йозеф геббельс правильно геббельс имя при рождении пауль йозеф геббельс немецкий пауль йозеф 29 октября 1897 года рейд рейнская провинция пруссия 1 мая 1945 года берлин государственный и политический деятель нацистской германии рейхс министр народного просвещения и пропаганда германии 1933 45 рейс канцлер и по вопросам пропаганды нсд апп с 1930 президент имперской палаты культур 33 45 гауляйтер берлина имперский комиссар обороны берлина 42 45 городской президент берлина имперский уполномоченный по тотальной военной мобилизации 44 45 рейс канцлер 30 апреля 1 мая 45 википедия ну поехали я не боюсь потерять голову и я опасаюсь потерять лицо все гениальное просто и все простое гениально маленькому человечку нравится скрывать свою ничтожность за сложными вещами критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно в противном случае критика превращается в наглую сам самодавлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса я хочу еще раз зачитать для моих критиков которые меня там обсирают в комментах вы сначала встаньте на мое место возьмите найдите в библиотеках эти книги прочитайте каждый день перед сном и не просто прочитайте а быстро прочитайте найдите интересное а потом делайте ролики так критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно противном случае критика превращается в наглую самодавлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса Йозеф Геббельс отними у народа историю и через поколение он превратится в толпу а еще через поколение им можно управлять как стадом как ребята похоже это на нашу страну или еще пока еще не похоже ну я думаю скоро станет похоже صовая давайте мне средство массовые информации и я из любого народа сделаю стадо свиней ну как ребята похоже это на нашу страну или еще пока не похоже юриспруденция продажная девка в политике Ложь должна быть примитивной, тогда люди непременно в нее поверят Храбрость – это мужество, вдохновленное духовностью Упорство же, с которым русские защищались на рубежах, сродни некому животному инстинкту И было бы глубокой ошибкой считать его результатом убеждений или воспитания Русские были всегда такими и скорее всего всегда такими останутся Ну что, ребята, а теперь подумайте, а что это такое духовность? Некоторые сейчас гонят на христианство, равняют с православием То есть те, кто отрицают христианство и приравнивают с православием Вы в первую очередь гоните на православие Вы поднимаете каких-то старинных богов славянских, не понимая, что это одно и то же Об этом о всем говорил Сергей Радонежский Он, блин, прекратил бойню, которая была там на рубеже Принятие христианства и отрицания, значит, ведизма, ну как хотите его называйте, язычества Понимаете, да? Какая вам разница? Вы не ходите так в церква И если вы приняете другую какую-то религию, вы и в те церкви ходить не можете, не будете Тысячу четыреста сорок минут в сутках, а вы хотя бы десять минут тратите на молитву Это я говорю для тех, кто отрицает православие и христианство Поехали дальше Чтобы ложь поверили, она должна быть ужасающей Чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят Рядовые люди скорее верят большой лжи, чем маленькой Это соответствует их примитивной душе Они знают, что в малом они и сами способны солгать Но уж очень сильно солгать они постесняются Большая ложь даже просто не придет им в голову Вот почему масса не может себе представить Чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь И даже когда им разъяснят, что дело идет о лжи чудовищных размеров Они все еще будут продолжать сомневаться И склонны будут считать, что вероятно все-таки здесь есть доля истины Пропаганда всегда обращена только к массам А не к интеллигенции Поэтому ее уровень должен ориентироваться На способности восприятия самых ограниченных среди тех На кого она должна повлиять Верь в будущее Тогда ты станешь победителем Если ложь повторится тысячу раз Она в конце концов становится правдой А теперь давайте, ребята, вспомним Какая ложь у нас льется тысячу раз Начиная с 91-го года А если дальше заглянуть, то с 1917-го Ложь на царя Ложь на Сталина Ложь на союз На страну Ну и так далее А сейчас ложь На президента На нашего Вы сейчас мне начнете писать Диванные хреновы генералы Что там Вот он там убил тех Замучил там Люди голодают Вы должны понять, во-первых Что мы реально находимся в оккупации И мы реально в 1991 году Просрали свою родину И мы проиграли войну Так, поехали дальше Пропаганда может и должна Особенно во время войны Отказаться от гуманизма И эстетики Как бы высоко мы их не ценили Так как в борьбе народа Речь идет ни о чем другом Как о его бытие Понятно, ребята? А сейчас у нас как раз таки И идет война По всем фронтам идет война На наше государство Накатили со всех сторон Бей, негодяя Всякий раз Помни, если кто-то Отбирает твои права Ты имеешь право Уничтожить его Йозеф Геббельс В войну Самым гуманным методом Является тот Который быстрее всего Достигает своей цели Вот такие вот интересные Высказывания Йозефа Геббельса Спасибо за внимание Подписывайтесь на канал Буду показывать вам Много интересных документов До свидания Субтитры сделал DimaTorzok